Кабинет астрономии, заинтересованные лица детей. Так началось открытие настоящего планетария. Здесь, в Якимовской школе, появилась модель небесной сферы, купол диаметром 3,5 метра. На него с помощью проекционной системы переносится вид звездного неба. Благодаря программе Stellarium, которая позволяет моделировать звездное небо в любой момент времени, дети могут изучить созвездия, астрономические явления, которые происходят на небе, в пределах Солнечной системы, за ее пределами. Таким образом, это такой хороший инструмент для познания мира. На открытии планетария авторы идеи показали, что даже простой ученик может не только смотреть на звезды, спроецированные на купол, но и сделать целую презентацию о них. Их расположение кажется беспорядочным, но человеку привлечь в небе знакомые ему предметы. Так Петр рассказал собравшимся ребятам о том, как были придуманы созвездия, о том, что со временем были точно определены их границы. Это произошло в 1922 году на Первой Генеральной Ассамблее Международного Астрономического Союза. Официально созвездий стало 88. Конечно, до этого древними астрономами была проделана огромная работа по определению различных созвездий. Так что считается, астрономия – это древнейшая из наук. Вообще астрономия – это уникальная наука, у которой очень мощные межпредметные связи, где можно изучать не только астрономию, как физику, как математику, но и другие смежные дисциплины. Здесь большая связь и с историей, с географией, с литературой. И поэтому планетарий в школе может стать каким-то центром, вокруг которого может организовываться деятельность учеников, учителей, связанная с расширением кругозора. Возможно, теперь этот планетарий приведет к появлению необычных проектов, которые ученики смогут создать совместно с учителями. И, быть может, сейчас в этой школе учится будущий Гагарин, который впервые отправится за пределы Солнечной системы. И таких молодых ребят может стать больше. Главная задача этого мероприятия – показать, что, в принципе, любая школа может позволить себе получить вот такой уникальный инструмент для образования, для подготовки учеников. И если есть желающие и учителя, особенно родители, которые принимали активное участие в создании планетарий, если есть желание поставить для вашего ребенка в своей школе вот такой вот инструмент, такой планетарий, то мы можем подсказать, как это можно сделать, помочь настроить его, привести в рабочее состояние. Ну и главное – начать вот это общение между людьми, которое позволит более продуктивно осваивать такой вот инструмент, как планетарий. Открытие этого планетария стало возможным благодаря помощи специалистов по созданию купола, астрономов, учителей, учеников, которые принимали непосредственное участие в монтаже небесной сферы. Без всех этих людей невозможно было бы успеть запустить этот уникальный для нашего региона объект вовремя – ко дню космонавтики. Автор идеи подчеркнул, что все в наших руках. Анна Герцовская, телекомпания «Город».